Задача вообще первая у нас очень простая. Просто ввести формулу, познакомиться с дробными числами, познакомиться с возможностью, как там степень возвести, не возвести. Никаких не увидел трудностей ни у кого. Все справились. Давайте посмотрим, как... Так, я LiveShare сделаю. И... И прежде чем начать, я покажу еще, как можно организовать свою работу. Вот когда у вас несколько задач, можно ее делать таким образом. У меня есть папочка src. У ней есть main. Но main можно даже удалить файл. Можно сделать несколько bin файлов. Можно сделать папочку bin и в ней делать отдельные файлы. Для каждой задачи. И тогда, чтобы запустить соответствующую задачу на выполнение, мы говорим cargo run, bin и задача A. Запустится соответствующая программа и выведен ответ. Кстати, хочу обратить еще такое внимание, что я об этом забыл сказать. По умолчанию, когда мы вот так запускаем программу, она компилируется в режиме отладки. Есть два режима. Режим отладки удобный в случае, если нам нужно разбираться, что у нас в программе. И режим финальной сборки, релизы ее называют. И она чаще занимает чуть-чуть дольше времени. Иногда не чуть-чуть, но зависит от проекта. Если это один файл, то это всего лишь чуть-чуть дольше. Дописывается вот так флаг минус-минус-релиз. Да, я там ненужную записимость включил. Здесь так реатомал, поэтому он чуть-чуть дольше это будет занимать. Нужно будет собрать кучу ненужного для наших задач. Если вы не делали такой глупости, то все хорошо будет. Сейчас, одну секунду. Так вот, в режиме минус-минус-релиз программа работает гораздо быстрее. То есть само исполнение будет работать гораздо быстрее. Поэтому, если вы будете решать задачу, и у вас на компьютере она будет очень медленно работать, то, скорее всего, вы забыли флаг минус-минус-релиз. В тестирующей системе по умолчанию всегда собираются ваши решения с этим флагом, поэтому они работают максимально быстро там. Вот такая особенность. Открываем задачу А. Смотрим, что здесь интересного. Вот таким образом можно было записать эту формулу. Дробные числа пишутся через точку ни в какой-то сложности. Не обязательно указывать, какой тип. Если есть у других переменных указания типа, то, в принципе, Rust сам подкорректирует, какой из флотов, из какой из дробных типов использовать. Для того, чтобы вызвать степенную функцию, он потребовал указать явно тип. Соответственно, для пятерки я указал, что это F64. Флот 64-битный. C++ называется Double. Ну и больше никаких особенностей, в принципе, в этом решении нет. Такое решение, в принципе, у всех плюс-минус. Ребята, поэтому долго на этом останавливаться не будем. Зачу B. Да, у меня есть решение какое-то перегруженное, перегруженное, а есть то, что попроще. Давайте посмотрим сначала условия. Задается диапазон от A до B. При этом числа могут быть A меньше, чем B, или A больше, чем B. Это меняет порядок выведения чисел. В принципе, трудностей ни у кого не возникло решить задачу, но давайте посмотрим, какие у нас есть вариации. Вот я выписал авторов, которых я прочитал подобное решение с моим. Вчинников Павел, Илья и Геофилов. Все, давайте, увековечим этих ребят. Ладно, шутка. Что здесь происходит? Считывание строки. В первой строке заданы A и B. Мы убираем ненужный перевод строки из конца и пробельные символы, возможно, где-нибудь. Даже не отвлекаться на них. Разбиваем все по пробельным символам. Каждое отдельное число, разделенное пробелом, мы парсим в число. Потому что мы в итоге хотим получить вектор I64, и Rust сам узнает, что I64 это то, что мы хотим получить из парс. После этого можно записать вот такой вот конструкцией, что я хочу числа A и B, чтобы не мучиться и не работать с такими индексами. Я создаю пару из нулевого и первого элемента массива и присваиваю их в пару чисел A и B. При этом A я помечаю как изменяемое. То есть B не изменяемое, а A я хочу, чтобы можно было менять. Мне так удобно и дальше в программе будет. Чтобы ввести количество чисел, это разность по модулю плюс единица. Ничего необычного. Что мы здесь еще можем сделать? Мы говорим, давайте скажем, что шаг, с которым мы будем менять, зависит от того, какой двух чисел больше. Если A больше, чем B, то шаг будет минус единица. Иначе шаг единица. Ну и, соответственно, пока A не станет равен B, мы идем, перечисляем все числа и прибавляем этот наш шаг. И последнее число выводим тоже. Давайте посмотрим, что это у нас дает. 1, 5, 5, 1. Все работает предсказуемо. Что интересно, вот если я сначала... Давайте я с релиз сделаю. Если я введу одно число, у нас произойдет вот такая ошибка, что и нет соответствующего элемента в массиве с индексом единицы. То есть вот это вот, в этой строчке, он даже об этом должен нам сказать, наверное. Нет, он, к сожалению, не может в релиз сборки об этом сказать. Давайте попробуем без релиз сборки. Одно число. Все еще так же не может ничего сказать. Ну, ладно. В общем, я знаю, что это вот в этой строке произошла ошибка. Это не очень приятно. Поэтому, если вы решаете задачи, где неизвестно будет ли там такой элемент в массиве, не забудьте проверять об этом. Но это всяко лучше, чем в C++, где такая же самая запись приведет к тому, что вы будете работать с мусорными данными. То есть он позволит прочитать первый элемент, хотя там нет первого элемента. Там может быть ноль, там может быть любое произвольное число. В Rust вы получите ошибку, потому что даже в релиз сборки всегда происходит проверка на выход за пределы массива. Это влечет с собой накладные расходы, потому что нужно проверить, есть ли этот элемент предварительно в C++. Вы обращаетесь к элементу, если вот так квадратными скобочками. И проверок никаких нет. Это быстро, но это опасно по указанным причинам. Есть способы обойти эти накладные расходы, это использовать итераторы, как я показывал, цикл по массиву numbers, он не будет делать лишние проверки. Какое еще альтернативное решение возможно? Можно написать вот таким вот образом. Если a меньше b, то мы идем в диапазоне от a до b включительно, этот знак равно, значит, включительно, и выводим каждый из элементов. Иначе идем от b до a, b у нас в этом случае меньше, чем a, и разворачиваем нашу последовательность, и тоже ее выводим. К сожалению, нельзя простым способом, то есть для вас понятным способом я не смог придумать, как записать что-нибудь в духе letRange равно if a меньше b, то я хочу вот такое. else хочу b до a ref, потому что в Rust это два разных типа, и, к сожалению, такая вот запись не сработает, потому что это два разных типа. и тогда, ну, то есть если бы так можно было записать, то можно было бы сказать, что что-то в духе... Давайте пройдемся по такому... по такому диапазону и выведем его. Было бы, наверное, самое изящное решение, не пытался такое выразить, но все время получалось все сложнее и сложнее. Я это оставлю, как не работает. Все эти решения я после занятия скину на GitHub, вы сможете поразбирать, посмотреть. Вот. В целом, вот такие вот два с половиной решения существуют. Два работающих, третий, ну, хотелось бы. Увы, нет. Есть ли какие-то вопросы по этой задаче? Наверное, есть. Двенадцатая строчка. Что вы там... Как вы это считывали? Двенадцатая строчка, да. Смотри. Мы... Начну сначала. Да, считали линии, обрезали, по пробелам разделили, а потом что? А потом мы каждому... Вот на этом этапе, вот здесь, у нас некая последовательность из строк, которые внутри себя представляют один там и пять. Может быть что-то еще, но по задаче нам дадут как минимум ровно два числа. Но это строки. Я хочу из них получить числа. Чтобы получить число из строки, в Rust мы пишем, я хочу число, number, 64, ну, давайте не так. Я хочу число. Отдаю имя переменной. У меня есть строка. Например, пять. И чтобы... Если я так присвою, то у меня будет не число, а у меня будет строка. Я говорю, я хочу все-таки разобрать это число, эту строку. Парс это... У меня, к сожалению, нет нормального перевода этого слова. Это как разбор, анализ, что у нас там, преобразование. Из чего-то во что-то. В данном случае из строки в... Вот здесь мы ничего не сказали, мы никакую информацию не дали, и раз нам, нами будет недоволен, он скажет, ну, я не знаю, во что ты хочешь. Чтобы ему подсказать, мы можем вот здесь сказать хочу число. И тогда он догадается, что мы хотим из числа получить... Из строки получить число. Но этого недостаточно. Давайте скомпилирую и посмотрим. Если мы так сделаем... Нет, понятно. То, что и парс анрабдас, чем это мап? И почему х в чем-то похожем на модуль? Все, я понял. Вот эта часть понятна. Что вот это за магия? Я про нее вам специально не рассказал, потому что мы еще не совсем про функции поговорили, поэтому я немножко сказал, как магию воспринимаете, да? Вот эта вещь в мап принимает один параметр. функцию, которая должна преобразовать нам... Которая должна произвести какое-то действие над элементом массива и вернуть новый элемент массива. То есть у меня есть элементы массива 1, 5 и что-то еще, а я хочу получить 1, 5 уже числами. И вот функция мап позволяет произвести вот такое преобразование. для каждого элемента массива применить какую-то операцию. Какую-то операцию задается вот здесь функцией. Тогда можно передать какую-то from string to int. Давайте вот так назовем. Мы можем написать такую отдельную функцию from to int. На вход эта функция будет получать строку. Вот назвал ее input string. А на выход будет выдавать число. и теперь я этот input string скажем распарь и выдай это число. Давайте посмотрим. Там unvarp нужен, а не unvarp. Все время опечатываюсь. Вот отлично работает. пока что понятно с вот этой вот частью. То есть я в map указываю какую функцию использовать. Да. Плюс понятно, да? Но мне пришлось написать функцию вот здесь вот выше, дать ей имя какое-то. Вообще достаточно громоздко это все получилось. То есть я явно многие вещи указал. В Rust есть возможность писать функции вот прямо на месте. Для этого я в вертикальных палочках пишу, перечисляю аргументы функции. Могу указывать тип. Могу сказать, что оно вернет. Давайте не будем все в одну строчку лепить. Я беру на месте вот здесь указываю. И вот здесь у меня есть тело функции. тело функций это input стр парс unwrap. Вот зараза отформатировал. Такая запись все еще понятна. То есть вот мы теперь просто имя функции никакое не даем. То есть оно фигурирует, но нам его не нужно указывать. Мы перечисляем параметры. Здесь могут быть через запятую что-то еще. Потенциально если нам нужна функция с двумя параметрами, мы можем здесь их указывать без проблем. Тип возвращаемого значения вот такой. Все как бы все на месте. Пока с этим понятно? Или уже потерялись? То есть по факту функция map это обычная лямбда в питоне? Да. Не, подожди. Map нет. Вот это лямбда в питоне. Внутренность мапа. Вот это return. Давайте вообще полностью запишу как это бы выглядело в любом другом языке. Есть функция, есть параметр, есть возвращаемое значение. Вот так вот его получаем. Ровно такая же функция, только без имени. Можно ее записать на месте. Понятно? или с другой стороны попробовать подойти? Мне вроде все понятно. Отлично. Да. Когда вы пишете вот здесь вот прям на месте функцию, что вы можете опустить? Вы можете в любом месте, это не только в лямбда функциях, в любом блоке вы можете опустить return. Если это последнее выражение, главное точку запятой не поставить. Если вы поставите точку запятой, то последнее выражение станет ничем. А без точки запятой последнее выражение вот такое. То есть точка запятой это считайте вот такая запись. То есть пустые скобочки. Вот. Поэтому вот на точку запятой обращайте внимание. Кроме этого не обязательно указывать вот эти все типы, потому что Rust из самых может узнать, исходя из того, что ожидалось в функции map. Кроме этого не обязательно писать фигурные скобочки, если у нас одно выражение. И вот мы пришли к вот этому input 3, input 3 parse unwrap. Ну я заменил это на x. понятно. Получается функция map она принимает в качестве аргумента функцию. Верно. То есть поэтому нельзя ей передать x.parse.unwrap просто. Да. Потому что не знаю, что такое x. То есть мы таким образом задаем, что x это наш параметр. И после этого мы говорим, x.parse. Потому что x нигде не существует. же видите. Если я вот так запишу, то мне нужно сказать как-то назвать элемент массива. А как он называется? Я не знаю, как он называется. перед точкой нужно какое-то имя переменной указать. У нас его нет. Соответственно достаточно логично приходим к мысли, что нужна некая переменная. И так как это функция, а это тело функции, вот так это будет работать. Можем двигаться дальше? Это несколько раз попробуем, посмотрим. В какой-то момент я думаю, что в целом сложится картинка у вас. Может не сразу для всех. Поэтому если что, не стесняйтесь, задавайте вопросы, будем разбирать. Так, я проверю. Работает ли? Все еще работает. все хорошо. Движемся дальше. Сдача C, примитивный робот. Здесь совсем все просто. Очень много было решений. Использовали вы и и по-моему, циклы кто-то использовал. Тут задано всего лишь начальное положение в градусах и в какую сторону повернулся робот. задача решается вообще формульно. Ответ это вот такая формула. начальный градус плюс сторона, в которую он повернулся, плюс единица или минус единица, умножен на 90 градусов. После этого мы прибавляем 360, чтобы компенсировать отрицательное значение. Берем по модулю 360, таким образом у нас получается градус, на который мы повернулись. Здесь такая же конструкция по считыванию. Здесь абсолютно идентично, только в предыдущем решении x писал здесь item. где-то что-то так. Вот. Два человека я увидел с таким же решением или очень подобным. Вот у нас все остальные решения в принципе тоже хороши. Чего там есть. Вы попробовали условия, прочие конструкции языка, это тоже хорошо. Но иногда не стоит забывать, что это олимпиадные задачки. чем меньше у вас в программе условий, тем она в целом быстрее работает. Для этой задачи это не существенно. Это такое вот, просто чтобы вы знали, компьютер так устроен, что операции ветвления, то есть условий и цикла, они по определению медленнее, чем операции без ветвления. То есть когда вы делаете просто много перемножений, много сложений, процессор это выполнить гораздо проще и быстрее. Поэтому целая формула это интересный способ решить задачи. Запускается все так же. 90 градусов направо повернулся. Есть ли какие-то вопросы здесь? Думаю, что нет. Минимальное число из четырех из четырех цифр. Интересная задачка. Много разных вариаций я увидел. Традиционно на Pascal, на C++ и даже на Python просят решать эту задачу в числах. То есть читали число, берем остаток отдельно на 10 в цикле и переворачиваем число и вот это вот все. Я видел много таких решений, но так как мы считываем строку, что было задача D, так как мы все равно считываем наше значение в строку, то в принципе преобразовывать его в число, чтобы потом опять перевернуть и потом им что-то сделать опять в строку. Смысла большого нет. Ну и плюс есть возможность показать, что же можно сделать с Rust, поэтому я решил сделать это именно используя строки. Ну и соответственно без разницы какие там будут строки, какой длины будет число, оно обязательно должно быть четырехзначным для моего решения. что я считал, я считал строку, я в строке убрал ненужные символы, преобразовал строку в символы, в отдельные characters, вот, это массив символов у меня получился, и когда я делал collect, вот у меня получился вектор из символов. после этого отсортировал эти символы, и я в цикле по каждому, по каждой букве, по каждой цифре, при этом мне нужен индекс, поэтому я для каждого элемента массива вот этой функции numberate создаю пару, создаю пару из индекса и текущего символа, то есть у меня на входе чары в Rust записываются в одинарных кавычках, в двойных кавычках это строка, в одинарных кавычках это символ. Вот у меня есть число представленное цифрами отдельными символами, Enumerate сделает нам вот следующую вещь, то есть вместо того, чтобы заводить какой-то отдельный счетчик и вручную его увеличивать, я могу здесь сказать let индекс mute индекс 0, потом в цикле делать индекс плюс 1 1, вместо этого этих двух строчек я дописываю точкой Enumerate предварительно мне нужно массив преобразовать в последовательность то есть Enumerate существует для последовательности вот когда я получаю одной строкой свой индекс текущего элемента массива и сам элемент массива после этого я сравниваю элемент массива с это символ нуля или нет если это символ нуля какая-то ситуация если это не символ нуля давайте представим сначала вот такой случай у меня символ нуля мы цикл пропускаем идем к следующему этот условие не сработало переходим к следующему нулю опять пропускается приходим к единичке единичка не ноль и мы в массиве символов меняем нулевой элемент нулевую позицию с текущим давайте подпишу это у меня нулевой элемент массива это первый это второй я меняю я делаю своп нулевого со вторым и у меня выходит вот такое число оно минимальное корректное получается шестизначное на данный момент число потому что вот в таком виде у меня будет четырехзначное число 1,2,3,4 ведущие нули не считаются то есть по условию задачи нам нужно чтобы было именно шестизначное соответственно вот таким образом мы составляем это шестизначное число ну и все после того как мы поменяли и получили вот такой вот результат мы это собираем снова в строку и выводим как ответ то есть независимо от того какой длины у меня введенная последовательность всегда будет эта программа работать потому что я использовал строки вместо чисел вот такое же решение я видел у Теряника Георгия вот вот так можно было решить эту задачу опять же в числах эту задачу тоже можно было решить абсолютно честно и тоже правильно нет какого-то одного единственного права супер правильного решения вот мое решение оно более-менее чистое для случая если мы работаем со строками как-то так есть ли вопросы вроде бы нет держимся дальше количество чисел кратных трём ну здесь эту задачу кто как только не решал но по-моему никто так и не решил а нет был неправ Захар всё-таки решил наиболее близко но он там использовал флоты можно задачу в целых числах решить вообще без проблем это формульная задача чтобы посчитать количество чисел промежутки от а до б делящихся на 3 нам нужно посчитать количество чисел делящихся на 3 от 0 до до б давайте скажем у нас а и б это 3,9 количество чисел делящихся на 3 в промежутке от 0 до 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 из до до Раз, два, три. Меня слышно, видно? Да. Да. Отлично. В промежутке от 0 до 9 у нас чисел, делящихся на 3, это 9 разделить на 3 штуки. В диапазоне от 0 до, давайте вот сначала вот так, до 3 у нас 1 штука. Да, ответ должен быть 3, 6, 9 таких, итого 3 числа должно быть, которые делятся на 3 в промежутке от 3 до 9. Что нас здесь не устраивает? Нас не устраивает, что тройка должна включаться по условию задачи. Мы вот здесь вот промежуток ее как бы включили. Соответственно, если мы вычтем из тройки единицу, то мы потеряем вот эту вот тройку. Но если мы вычтем, если мы сделаем диапазон не включая, да, чтобы это сделать, нам нужно сделать, по большому счету, посчитать от 0 до 2. Вот, и тогда количество таких чисел, которые делятся на 3 от 0 до 2 у нас 0. Ну и результат это вычитание из первого диапазона, из первого количества, второго количества. Вот, ну и чтобы это там по округлению сошлось, я вычитаю 3, а не единичку. Это для отрицательных чисел там более актуально становится. И вот такая вот, в общем, формула, это и с решением этой задачи. То есть никаких циклов, ифов, и всего прочего не нужно для решения этой задачи. Есть ли какие-то вопросы? Хорошо, движемся дальше. О, формула Герон, это уже что-то покажет нам интересное в Расти. Именно так, сейчас. У меня есть два решения есть. Начнем с вот этого более простого для понимания. Что здесь интересного? Все, мешает. Что у нас здесь интересного есть? У меня, я завожу строку. Я завожу массив точек. Напоминаю задачу, да? У нас есть три координаты. И нужно посчитать площадь этого треугольника. Три координаты можно считывать в цикле. Отлично, у нас есть цикл. Имя переменной нас не интересует. Поэтому мы просто берем цикл от 0 до 3. Напоминаю, что тройка будет не включительная, если я здесь не ставлю равно. Соответственно, будет 0, 1, 2. Это ровно три раза этот цикл выполнится. Я чищу строку, потому что я буду в цикле это делать. Мне проще вначале сразу почистить, чтобы я знал, что я в readline буду давать уже пустую строку. Иначе, если я не почищу строку, то readline будет дочитывать строку в конец этой переменной line. После этого я считываю координаты, чищу от пробельных символов, делю по пробелам, преобразую каждый элемент из строки в float и собираю в вектор. После этого я добавляю в вектор точек точку. Вот здесь вот интересный момент. Мы его еще не разбирали. Я решил, что будет гораздо проще показать вам на конкретном примере, как с этим работать. Есть мой собственный тип. Я его сам вверху описал. То есть это не просто int, i64, f64 или строка, string. Это мой тип. Я сам придумал название. Это точка, point. Из себя она представляет совокупность двух переменных, двух полей. x, y, дробные, f64. Вот таким образом задается структура. Надеюсь, что в принципе про структуры вы немножко насталкивались с ними. Но если нет, то должно быть в принципе примерно понятно, что это значит. Это мой собственный тип данных. И теперь я могу создавать переменные этого типа. Как я их могу создавать? А вот таким вот образом. Давайте без push сначала я говорю, что у меня есть переменная point. А на типу point, где в x я хочу положить координату с нулевым индексом. Только что мы разобрали одну строчку, мы считали строку и в ней два числа. Нулевое число это x, первое число это y. Вот и после этого я говорю push point. То есть points это вот здесь у меня объявлен как изменяемый вектор точек. То есть тип здесь не in, не i64, не f64, как вот здесь. А тип мой собственный. Я вот в этот массив дополняю конец координаты. Есть ли вопросы по вот этой части? У кого-то со структурами какие-то сложности. Вроде нет, двигаемся дальше. После того, как я все считал, у меня есть точки. Все они находятся в одном массиве. Есть нулевая точка, первая и вторая. Мне нужно посчитать a, b, c по формуле Герона. Чтобы посчитать a, я хочу посчитать дистанцию от точки нулевой до точки первой. От первой до второй. И от второй до нулевой. У моего типа точка, то есть вот этот второй элемент, первый элемент, они имеют тип точка. У них есть, я написал специальную функцию, которая считает дистанцию. Давайте для простоты сначала я ее вынесу. Я бы мог написать просто функцию. Где точка A есть. И точка B есть. И возвращается расстояние. У точки A x-овую координату берем. У точки B x-овую координату берем. A, B с y-ками аналогично поступаем. Возводим в квадрат. И берем корень. То есть формула расстояния. Тут мог бы быть return. Но так можем его опустить. Запись очень короткая получается. И я бы тогда вызывал такую функцию. Вот таким образом. Я говорю, посчитай дистанцию от точки 0 до точки 1. И сохранив переменную A. При этом я хочу не отдавать свою точку из массива. Я не хочу ее забрать из массива и передать функцию. Я хочу ее просто одолжить на время. Чтобы функция могла иметь доступ к этому элементу массива. Но мне не приходилось ее ни копировать, ничего и с ней больше делать. Поэтому я использую вот такой символ амперсант. Который подсказывает, что я хочу одолжить. Одолжить при этом не позволяя модифицировать. Если бы я хотел сказать, что я позволяю еще ее модифицировать. То я бы мог дописать здесь mute. Так мы поступали. Напоминаю, вот здесь вот readline. Мы одолживали нашу строковую переменную. И позволяли ее более того изменять. Но для того, чтобы посчитать дистанцию, нам не нужно изменять нашу точку. Нам достаточно просто одолжить ее. Давайте вернемся вверх. В параметрах функции мы тоже пишем, тоже используем амперсант. Для того, чтобы указать, что мне только посмотреть. Знаете, в больнице. Мне только узнать. Вот та же самая ситуация. Ну и дальше никаких, на мой взгляд, неожиданностей нет. Есть переменная a, у нее есть поле x. Есть переменная b, у нее есть поле x. Мы с ними работаем. Как с числами. Тут все дальше. Обычная формула. Что можно еще сделать? Давайте так. По функции и вот этому одолживанию в целом понятно? Или можно еще какой-то пример привести? Можете еще какой-нибудь пример ввести? Насчет одолживания. Сейчас подумаю. В какой части, непонятно, если, может, натолкнешь меня на мысль. Да. А почему мы ставим указатель перед словом point в функции? Вы здесь? Да. Чтобы явно, если мы вот так вот скажем, то мы будем требовать у вызывающего кода, чтобы нам дали эксклюзивный доступ к точке. Чтобы дать эксклюзивный доступ к переменной, нужно ее скопировать или, ну, то есть из массива я не могу получить такой доступ из массива. Мне нужно будет скопировать эту точку и передать ее в функцию. Так как нам не нужна копия, нам нужен просто, мы просто хотим подсмотреть, что же там, какие значения, какое значение имеет эта точка, нам достаточно одолжить ее на время, на время работы этой функции. Дай мне, пожалуйста, точку, на посмотреть. Я хочу только иксовую, игриковую координату посмотреть. Больше мне ничего не нужно. Мне не нужна лично моя точка. Я ее нигде не сохраняю себе. Ну, вот таким вот образом. Сейчас я подумаю. Пожалуй, просто дистанция — это не очень удобный пример. Давайте мы сделаем функцию print. Давайте вместо iB как-то point 1 будет. А если мы председаем переменную, но без амберсанда? Что она с ней будет делать? Она будет его копировать? В первую очередь, он будет пытаться не копировать, но у него это в данной ситуации не получится. Давайте мы экспериментом проведем. Давайте мы... Давайте вот самый простой способ, да, это без амберсанда. Вроде бы такой код можно написать правильно. То есть это вот не вызывает трудностей написать, что point 1 типа point, и point 2 типа point. И результат — это дробное число, которое значит расстояние, да? Давайте мы скомпилируем нашу программу. Вот он уже здесь мне что-то подсветивает, но давайте мы подпочитаем непосредственно ошибку. Давайте здесь амберсант уберем. Амберсант — это непонятно. Амберсант — это... Давайте без них сначала. Хочу нулевой элемент массива и первый элемент массива, и между ними посчитать дистанцию. Вот такой код вроде бы понятен. Что нам говорят здесь? Говорят, не могу... Ошибка. Не могу... двигать, выдвинуть, move out, типа выточить... переменную из массива vector point... Когда мы вот такую запись делаем, то... по нулевому элементу... то он будет пытаться... из массива... Вот у нас последовательные элементы в массиве. Он будет пытаться вытянуть этот элемент из середины. Как-то вытянуть, но на пустое место что-то поставить же нужно. Вот он об этом говорит, что я не могу тебе вытянуть его. Он там находится. Ты, если хочешь получить эту переменную, именно вытянуть ее из массива, ты должен использовать там remove, еще что-нибудь. Но таким вот образом не получится. Можно сделать копию. Сделай мне копию. Вот так вот сказать. Сделай мне копию. Ну, для этого там специальным образом нужно пометить, что... что мы копию можем делать. И тогда наша программа скомпилировалась. Все его устраивает теперь. То есть мы попросили дать нулевой элемент массива, сделай из него копию. И первый элемент массива. Сделай из него копию. И тогда передай ее в функцию дистанции. Ну, зачем же делать копию, когда мы можем... Если мы хотим просто сказать... Ну, посчитай мне, пожалуйста, дистанцию между вот этим элементом, который вот у меня есть там в массиве, и вот этим элементом, который есть там в массиве. Они точно там есть. Они никуда не денутся. Просто между ними, пожалуйста, посчитай. Между копиями. Между теми, которые в массиве. Если я хочу так сделать, я в Rust могу явно выразить это свое намерение. Я хочу, чтобы ты имел функцию. Я готов тебе дать попользоваться нулевым элементом массива и первым элементом массива. Для этого я делаю вот такие вот явные указания, что это процесс одалживания происходит. Ну, тогда и функция должна тоже на это соглашаться. Она должна согласиться на то, что ей придут значения, которые одолжены. вот таким вот образом. Давайте мы еще на примере принт сделаем. Вот у меня есть точка, типа point. Ничего не возвращает функция. Когда она ничего не возвращает, то можно вот так вот ничего не указывать, девочку не писать. и мы будем говорить, что то, чтобы напечатать точку, это вот у нас point с координатами. Ну, вот так их туда пишем. Есть принт. Получает точку. Выводит точку. Нет одалживания пока что. Давайте посмотрим, что из этого можно делать. Давайте я не буду слишком далеко это все складывать. Вот у меня принт. Вот у меня main. Говорю, хочу переменную. Новую создам. Point с координатами x 11 y 23. Я хочу сделать принт. Передать ей point. хочет дробное. Чтобы дробное достаточно точку поставить еще. Смотрите, он напечатал точку. Я ему передал без имперсанта. Получил без имперсанта. Все вроде бы здорово. Давайте можно печатать одну и ту же точку дважды. Правильно? Неправильно. Он начинает ругаться. Он говорит, у вас есть точка. Вы ее отдали целиком. Функцию принт на 26 строке. На 26 строке вы ее отдали сюда. Больше забыли. Забудьте о ней. Уже она не ваша. Вы ее отдали в принт. Поэтому на 27 строке он говорит will you use here after move? То есть значение было использовано уже после того, как вы его куда-то в другое место передвинули. Поэтому так нельзя делать. Но если мы будем одолживать, одолжи в этот принт и одолжи вот в этот принт. то пожалуйста можно однажды вывести. Эмпеляции нет. Все здорово. Такой пример полегче пошел или нужно еще попробовать? то есть вот эта вот идея одолживания она необычная, непривычная. В других языках программирования этого нет. ну то есть есть одолживания, но нет такого жесткого требования по поводу невозможности одолжить это позже. то есть мы если один раз уже кому-то отдали, то уж извините, больше никто другой не сможет пользоваться этой переменной. Это очень неплохо работает вот с нашим физическим миром. Представьте, что все ваши переменные это что-то физическое. Например, книга. У меня есть книга, вот у нее название вот такой-то там Гарри Поттер. Первая часть. Пасовский камень. Если я даю кому-то свою книгу и вот я ее просто отдал один раз, я ее передал своему другу без интересанта, то если мне друг не вернет ее, если он не вернет, он мне может вернуть и print может вернуть point. Он получил и он потом вернул. То если он не вернет, то я не могу рассчитывать на то, что я когда-нибудь получу эту книгу обратно. Давайте мы такую конструкцию тоже запишем. Давайте у нас будет print принц владения. Мы вывели и вернули. Давайте я полностью буду писать. Мне кажется, что на первый раз очень привычно видеть просто висящие в воздухе переменные. есть у меня print owned. Все передал. Point returned. Давайте мы вот так посмотрим, что у нас получилось. Если так записать, что я попытался сделать? У меня есть книга, у меня есть пара точек. Давайте мы на книгу поменяем. struct book. У book есть title. Вот. И тогда мы хотим реализовать такие же принт только для книги. Print book. давайте о двойных кавычках. было видно, можно двойные кавычки написать. тоже. Это забыли. У меня есть книга. Что-то там не похоже на правду. Ладно, типа там. Я могу его напечатать. Давайте для начала print-on попробуем. Это toString. К ним мы напечатали. Давайте я это просто вообще вынесу в отдельную. Вот отдельный пример. Bookerz называется. Вот он запускается и работает. Вот у меня есть структура Book. У меня есть print-book. Я его назвал, типа с владением. Получаю Book, возвращаю Book. Я почитал книгу и вернул ее. То есть я даю своему другу почитать книгу. Держи книгу. Он мне вернул, но я ничего с этим не сделал. Ничего с значением не сделал. Но хочу потом еще сам почитать. Хочу... Давайте мы тогда не... Read... Теперь я хочу сам почитать. Хочу read-book. Хочу почитать. Мне говорят, ну, во-первых, это там подалживать. Должен был там по... По сигнатуре функции. Но все еще не могу. Он говорит, вот у тебя есть книга. Ты ее отдал... Ты ее отдал почитать своему другу. Вот. Ты ее назад не дождался. Он, может, тебе и вернул, но ты ничего с ним не сделал. Я говорю, хорошо, я хочу получить обратно свою книгу. Ну, давай... То, что функция вернула, я ее сохраню. Букру там... FromFriend. В этом случае все хорошо. Я дал другу почитать. Он ее почитал и честно вернул ее же. Хотя мог не ее же. Мог вернуть что-то другое. Мог другую книгу вернуть. Давайте даже это будет более честно. Просто, что это книга от друга в ответ пришла. Вот я здесь могу показать, что в принципе можно сказать... А у меня есть другая книга. Бук. Не знаю, у меня пока фантазия не работает. Назовет Бук. То есть я одну книгу получил, я ее почитал, а вернул другую. Создал и вернул другую. Или у меня была где-то, взял откуда-то. Давайте посмотрим. Точку запятую забыл. То есть я ему дал Ари Поттера, а он мне в ответ дал что-то другое. То есть он, может, почитал ту, решил дать другую. Может, обложку поменял, может, еще что-то. Мы отдали в полное распоряжение и все. И забыли. При этом, если я буду пытаться читать своего Гарри Поттера раньше... У меня есть проблема. Я ее читал сколько угодно раз. Потому что я ее одолжил, прочитал и никто у меня ее не заберет. Никто мне ее не испортит. Не испортит, потому что я сюда даже мьют не указал. Если я ему скажу, что... То есть если я попытаюсь вот в ReadBook... Что у меня еще может быть? Я могу, например, сказать... Я хочу... После того, как я прочитал книгу... Я хочу в Title... Новую строку. Или даже не новую. Там вот у меня строка есть. Я хочу в Title что-то какую-то бяку дописать. Прям на титульной странице беру и дописываю. Он мне прямо так и говорит, что Book является ссылкой. То есть мы ее одолжили только на чтение. Поэтому данные, с которыми вы работаете, не могут быть одолжены как изменяемые. То есть если у меня Book неизменяемый, то Book.title тоже неизменяемый. Поэтому я не могу в него ничего довисать. Если я скажу, что я ожидаю здесь изменяемый Book. То он начинает ругаться уже в другом месте. Он уже начинает говорить, что типы отличаются. Вот в двадцать второй строке. Только двадцать вторая строка. Двадцать вторая строка это вот здесь. Там, где я пытаюсь читать. Вот я Mute обязан дописать. Я вам сказать, что я одолживаю хорошо. Я одолживаю. Даже можешь поменять, если надо. Ну и потому что у меня переменная неизменяемая, то он ее не может, естественно, одолжить как изменяемая. E-book from friend тоже не может положить как изменяемая. Вот. Мы передали один раз изменяемую книгу. Он ее прочитал и дописал Бяку. После этого второй раз передали. Он ее почитал и дописал еще Бяку. Вот. Когда мы читаем вот, получается, третий раз, третий вывод, он просто выводит то, что есть, а возвращает вообще другую книгу. Примерно понятно, потому что во всех деталях здесь еще нужно будет вам просто время на то, чтобы это примерно улялось. Вы еще поиграйте с этим примером. Тогда это уляжется. Вроде понятно. Про то, что у вас там была написана имплементация, можете раскрыть, пожалуйста. Ну, в другом уже это в... Хорошо, да. Я понял, да. Давайте мы с этим пока разберемся. Ребят, давайте еще... Вот я услышал, что, в принципе, кому-то понятно стало. Это уже здорово. Если те, кому непонятно, может, в какой-то конкретной строчке нужно вот более детально, пошагово я могу разбить на этапы, что происходит не так. Похоже, что понятно. Давайте по порядку пойдем. Тимур, тебе понятно? Мне да. Отлично. Давайте еще пару человек выберу. Мелисса, тебе понятно? И Настя? Настя, понятно. Настя, понятно. Здорово. Настя задала вопросы. Надеюсь, что у нас уже плюс-минус все на волне. Вот этот файлик Букерес у вас будет. Возможно, с ним поиграться тоже будет, если вы сейчас его не скопировали. Вот. Теперь вернемся к нашей задаче. Все-таки обратно. То есть я отсюда поудаляю принты, потому что они более удобно разобраны. Вот это там Букерес. Мне кажется, там примерчик получше, чем с точками. Точками как-то не люблю я, когда лишние вещи мешают. Так вот, точку я создал, поместил эти все точки в один массив. После этого я посчитал дистанции между точками. Посчитать дистанции я могу, используя обычную функцию. Я ее создал, как я вам показывал. Создается вот так вот обычная функция. Точка 1, точка 2. С ними произвожу вычисления и получаю дистанцию. Могу более интересно сделать. Могу к своей точке, вот моя точка, сам придумал, что хочу, то и делаю. К своей точке добавляю специальные функции. Их называют методы. Что это значит? Это значит, что если у меня есть переменная point типа point, то я могу у этой переменной вызвать метод distance и передать ей какую-то там point2. У меня такой point и point2. Вот у меня есть. Пока что без имперсантов. Пока что так показываю на простом примере. То есть я у point могу вызывать методы. И в круглые скобочки передаю параметры, которые как аргументы функции работают. Если вы присмотритесь, то вот эта вот запись в чем-то схожа с вот этой. То есть здесь other – это наше point2. А self – это специальная такая запись с амперсантом. То есть можно было бы записать, что это self типа point. Вот примерно вот такая вот ситуация. То есть вот point1, вот point2. Единственное, что… Ну, другие названия, да. Self – это я сам. В случае с вызовом метода, вот это вот то, что до точки идет – это есть self. А то, что идет в параметрах – это все, что после self. Вот в other попадает point2, в self попадает point. Вот такое вот разделение. Это point, а это point2. Для того, чтобы сократить, потому что и так понятно, что self может быть только своего типа. Пишут вот таким вот образом, без указания типа. Вот. Амперсант значит, что я хочу одолжить себя. Вот этот вот self слева. Так. Так. Я снова на связи. Так. Так. Я снова на связи. экран. Экран прошарил. Все видно вроде, да? Да. Вот. Соответственно, если пока про амперсанты не говорить, то можно такую запись сделать тоже. В этом случае я хочу self получить тоже как во владении. И point хочу второй параметр тоже во владении получить. Вот тогда без амперсанта будет вот примерно так. Ну, не примерно так, а именно так. Так. Так как мы с вами разобрались, что я хочу, чтобы я не забирал чужие точки и себя тоже не хочу в принципе там обязательно забирать в эксклюзивный доступ. Я одалживаю и себя, и другую точку, которая меня интересует. Соответственно, вот здесь я могу записать, что я хочу у нулевого элемента из массива точек вызвать дистанцию и посчитать дистанцию до одолженной точки с индексом 1. И аналогичная ситуация со всеми остальными. Есть ли вопросы? То есть вот такая вот запись это то же самое, что и отдельно стоящая функция, только мы теперь можем вызывать ну прям непосредственно на переменной типа point. поиграйтесь вот этой штукой. Я про нее еще, наверное, расскажу как раз на следующем занятии. Мы будем еще более там детальное погружение в это делать. В целом, вроде бы, ну не прям сложно должно быть. По крайней мере, не сложнее, чем понять вот с этим с удалжением. Но я еще раз обязательно пройдусь по этой теме. Дальше обычная формула сложения a плюс b плюс c. Формула, корень, никаких больше неожиданностей в этом решении нет. Ну, кстати, ткачер Захар тоже, насколько я помню, использовал структуру. Использовал вот такую штуку. Так что у нас есть уже люди, которые даже, видимо, по learn by example, learn x and 1 minutes. Даже пошли какие-то примерчики собирать. То есть вот потихоньку движемся, потихоньку знакомимся. Давайте последний раз уточню, есть ли вопросы по задаче, по реализации вот такой. Если нет, то будем двигаться дальше. Пятиязычная наоборот. Чего тут у нас? А, ну здесь все очень просто. Опять я использовал просто строки, насколько я помню в этой задаче. Да, я считал строку, убрал ненужные символы, разбил по символам, развернул всю строку целиком, пропустил все нули от начала строки и собрал все обратно в строку. То есть если у меня здесь было 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, то после chars это все превратилось в 1, 2, давайте я 4, 5 уберу. Ага, 0, 0, 0, после ref это превратилось в 0, 3, 2, 1. После skipfile пропускай, пока, опять напоминаю, это я передал функцию, которая возвращает true или false, и skipfile в зависимости от того, что возвращает true или false, это переданная функция, он принимает решение пропускать текущий элемент или нет. Вот таким вот образом я пропустил нули, и collect собрал это все обратно в 3, 2, 1 в строку. Был массив символов, собрали строку. Понятно? Да. Супер. Ну, соответственно, здесь решение не только для пятизначных подходит. Ну, я видел решение, а, да, забыл сказать. Кажется, подобное решение я видел у Захара и Георгия. Решение на строках не так, то есть условно здесь в одну строку все можно записать. Специально разбил на этапы, чтобы было понятно, что где как. Вот. Еще Настя, Виталик и Олег тоже хорошо решили в целом в числах. Вот. Без степеней, без ничего, обычный цикл, while и все красиво. Вот. Тоже хорошее решение. То есть, опять же, уточняю, что нет какого-то супер правильного решения. Вот у меня такие вот на строках есть. Можно решать в числах, это тоже очень даже полезно. Кто высокий, кто не очень. Что у нас здесь было? Самая сложность, это просто выяснить в одну кавычку, судя по всему, у всех было сложности. Мы на прошлом занятии с этим, в принципе, разобрались. То есть, читаю, по пробелам разбил, два числа поместил. Оба не изменяемых, то есть, никакого mute нет. И вывожу футы, дюймы, двойная кавычка через обратный слэш. Сформатирование до двух знаков после точки. Ну и формула как-то записанная. Есть ли какие-то вопросы по этой задаче? Здесь вроде все простенько. Простенько. Совершеннолетие тоже простенькая задачка, по-моему. Что-то про возраст и год. Да, ну тут единственное, что этому циклам удобнее всего сделать. Есть цикл. Считываем имя в отдельную переменную. Считываем возраст. Сначала в строку. После этого переводим в возраст. При этом я использовал U64. Ну тут, наверное, вообще U8 можно использовать. U это unsigned. То есть, отрицательный возраст в принципе не может быть. U8 позволяет хранить значения от 0 до 255. В принципе, более чем достаточно для этой задачи. У 64 от 0 до 264 минус 1. Ради бога, пусть будет так. Ну и потом выходим просто форматированной строкой. Имя и в каком, через скобка лет там наступит. Совершеннолетие. В каком году. Есть ли какие-то вопросы здесь? Да, здесь опять я использовал цикл от 0 до 3. Не указывая просто имя переменной, которое я хочу использовать для индекса цикла. Меня это не волнует. Мне главное, чтобы этот цикл повторился три раза. Движемся дальше. Ежик в тумане. Это самая забавная задачка, я бы сказал, здесь на сегодня. То есть, есть последовательность действий, которые совершал ежик. И нужно сказать, куда же он пришел. Как я говорил, у меня есть два решения на эту задачу. По-моему, мы ее решили на Rust. У нас пять человек. Четыре из них вот я достал весь список как похожее решение. Вот. Это достаточно креативное. Вот. Что мы имеем? Мы хотим, чтобы у нас было какое-то начальное состояние. Куда смотрит ежик направление? Где он находится? Координаты x, y. Как отдельные переменные. Я даже не указываю типы. Он автоматически понимает, что тут целые числа. Потом догадывается, что они там какой-то и 64. Когда я их начинаю там складывать и прочее делать вещи. Кроме этого, мне нужна строковая переменная. Которую я буду переиспользовать в цикле. Чтобы не перевыделять память каждый раз. То есть, я мог бы создавать ее в цикле. Но в цикле, если я буду создавать, кто-то будет создавать новую строку каждый раз. Новая строка в памяти, это вроде как ненужная вещь. При том, что у нас действие каждый раз просто новое. Нам не нужно хранить предыдущие значения. Я почищу на всякий случай нашу строку. После следующей итерации мне нужно будет очищать. На первой итерации это ненужное действие. Потому что строка пустая. Но на следующих итерациях это ненужное действие. Я считываю действие. Я очищаю его от пробельных символов. Я проверяю, если это пустое действие. Значит, это все-таки конец. Будем считать так. Пустая строка или конец файла. Поток ввода тоже считается концом нашей программы. И вот здесь я использую интересную конструкцию. Match. С ней вы могли быть знакомы в Pascal. Он называется Case. В C++ называется Switch. Rust называется Match. Поставить соответствие. Я хочу сравнить. Если Action равен вот этому, то делай это. Если равен вот этому, то делай это. Если это, то делай вот это. Если ничего из выше приведенного и без разницы, что тогда в этом случае, я говорю Panic. Выходим. Неизвестное действие. И печатаю просто это действие для удобства отладки. После этого Match заканчивается и мы переходим обратно к началу цикла. Обращаю ваше внимание, что цикл можно делать вечным вот такой вот удобной конструкцией loop. Вместо того, чтобы писать там while true, while 1, repeat until false. Что-нибудь в этом дохе. Из него мы выходим только, когда мы делаем break. Логично. Из вечного цикла можно выйти только вот таким образом. Ну, либо паникой. Программа полностью аварийно завершится. Либо еще вот есть Unreachable. Сейчас мы о нем чуть подробнее поговорим. Так вот. Мой Action – это строковое значение, почищенное от перевода строки и парабельных символов. Соответственно, оно может принимать значение L, R, F. Все остальное – это некорректный ввод. Если действие L, то я меняю направление движения. Чтобы оставаться всегда в положительных числах, я использую, когда поворачиваюсь налево, я поворачиваюсь на 270 градусов. Вот. Чтобы повернуть направо, я поворачиваюсь на 90 градусов. То есть вот. Считайте, что налево – это три раза повернуться направо. Да. Если я иду вперед, то мне нужно поменять какую-то из координат в зависимости от направления. Я опять делаю Match. То есть здесь можно использовать фигурные скобочки. Вот таким образом. Ну, то есть если действий больше, чем одно, то можно использовать явно скобочки. И здесь там чего-то делать. Там R равно 1, потом Match, что-то там. Вот. Если у меня действие всего лишь одно, то эти скобочки не нужны. Соответственно, если случился F, то я тут же делаю еще один Match по направлению, в котором я двигаюсь. Если направление 0, то смотрим вверх, то или чего. Как-то так получилось. У тебя изначально Direction равняется 90. Да, у меня какой-то глюк здесь произошел в моем сознании. Ну, в общем, да. Давайте мы перепишем 0. И Y должен будет смещаться вверх. Если 90, то это X смещается вправо. Если 100, то это Y смещается вниз. X 270 влево вот таким вот образом. Да. Да. Что-то я как-то... У тебя Y плюс 1 должен быть при 0, а у тебя Y минус 1. Согласен. Вот. Таким вот образом. Есть ли вопросы по Match или еще почему-нибудь? Ну и, собственно, когда мы вышли из цикла, нужно печатать X и Y. Давайте посмотрим. Вперед, вперед, налево, вперед. Вот. Я нажимаю Ctrl D. Ну, или можно нажать Enter. Я тоже засчитал бы как за выход. Минус 2, это да, минус 1, 2. Это похоже на правду. Вот таким образом. А нижнее подчеркивание это то же самое, что от Default? Можно считать, да. То есть это... Я могу здесь указать название переменной. Я могу сказать... Я могу сказать... Unknown... Unknown... Action. И потом я могу использовать... Action. То есть это название переменной. в которую поместить то, что не сошлось по маске вот такой вот, которую мы рассматривали. Вот. Сейчас, одну секунду. Сейчас, одну секунду. Так. Да, когда мы считаем, что вообще никогда мы не можем сюда попасть, то есть на Action влияет пользователь, то есть то, что он вводит, да. А Direction мы сами меняем, то есть пользователь на него не влияет. Мы точно знаем, что оно всегда будет 0, 90, 80, 270. Это вполне логично, что мы никогда не достигнем этой ветки дополнения. То есть Unreachable переводится недостижимая. Всегда мы не можем попасть. Но если я без этого... Вот это важный нюанс. Если я без этого попробую скомпилировать программу, раз мне скажет, что у меня происходит сравнение вот это по маске, мэтч происходит, который не рассматривает все возможные случаи. Раз заставляет рассмотреть все случаи. Если вы не рассмотрите их, будет ошибка компиляции. Это суперполезно в больших проектах. Даже в олимпиадном программировании бывает, может забудете какой-то из случаев рассмотреть. И вот мэтч прям очень помогает. То же самое, если я здесь не укажу обработчик для неизвестного действия. Он мне тоже скажет, что action вот здесь вот там на 17-й строке, там где match action происходит, он говорит, что вот такой вот произвольный случай не рассмотрен. Мне его нужно рассмотреть. Что еще тут можно добавить? Удобная есть у строки метод и у вектора тоже метод из empty, который по большому счету можно было бы записывать как длина равна нулю, но из empty как-то читается полегче в плане намерения, которого вы хотите достигнуть. Оно именно пустое. Если action является пустым, то есть оно даже по-английски, не по-русски, но по-английски читается достаточно логично. Мне больше здесь, пожалуй, добавить нечего. Есть ли какие-то вопросы? Вроде нет. У меня есть два решения с трефиксом overengineered. Это значит, типа, перестарался. Давайте мы их так очень кратко просмотрим. Дальше вы сами с ними сможете поиграться дома. Потому что сейчас и так уже больше полутора часов мы сидим и ступимся в экран. Поэтому оставлю вам на домашнее. Смотрите, что я здесь хотел показать вообще в целом по себе решения. Если вы в начале файла используете вот такой вот комментарий, два слыша и восхищенный знак, то это все считается комментарием, но комментарием документирующим. Вот. В этой документации вы можете использовать разметку markdown, если кому-то это что-то говорит. Это такие, способ задания заголовков, способ экранизации символов, способ создать список, ненумерованный список вот таким вот образом. Сейчас я покажу, как это выглядит. То есть в коде вы пишите обычный текст, немножко пользуясь вот такими вот особенностями пометки, что чем является. Вот здесь я скопировал все условия задачи, вот так его оформил, написал какой был тест, какой был вывод. После этого я могу к каждой, обращаю внимание, два слыша и восхищенный знак. Это в начале файла такой вот комментарий, который будет относиться ко всему файлу, который вы пишите. Возле каждой своей структуры, функции и поля, здесь тоже координата по горизонтали. Ну это по вертикали. Я могу вставлять такие комментарии, тоже документирующие, что же это происходит. На вот эту часть пока что не смотрите, пожалуйста. Поэтому будет отдельная тема. Когда я вот так помечу все свои функции, вот я вот эту вещь подписал, вот эту функцию расписал. Ну в общем, есть здесь комментарии немножко. Я могу вызвать cargo.doc и сказать open. Могу не писать open, но open он мне прям браузер откроет. Сейчас вот посмотрите. Вот таким вот образом. У меня есть задача j overengineered. Если ее открою. Вот моя файл документации. Он открылся в браузере. Это обычная HTML-страничка. Сгенерированные. Вот такой вот задача. Это заголовок. Это вот ненумерованный список у меня. F, L и R. Это такие вот код. Да, то есть, Manage and Shift используется с специальным форматированием. Есть ввод, вывод. Все вот оформлено красиво. Понятно, что есть структура game. Игровой мир представляет себя бла-бла-бла. Есть точка. Структура точка. Вот. Если я в нее зайду, то я вижу, что есть x-координаты по горизонтали, y-координаты по вертикали. В общем, все те комментарии, которые мы там вставляли, все аккуратненько здесь задокументированы вот таким вот удобным образом. Если вы посмотрите на docs, rs, например. Не, но это большой пример. Какой-нибудь раунд. Случайные числа. Вот вы открываете, смотрите. Моя документация и их документация. То есть что это значит? Это все проекты, которые написаны на Rust, у них документация вся в одном стиле. Можно в моей документации поиском пользоваться. то есть Point. Если Point. У меня есть Point, реализован для сдачи F, для сдачи J. Вот. Я могу сюда нажаться. То есть работает поиск. Крайне удобная штуковина. Вот. Так же самое. Здесь с комментариями. То есть вот можно свои так программы на Tue, например, оформлять еще что-нибудь. Что еще интересного? Какие возможности Rust предоставляют? Rust предоставляют возможности писать тесты сразу. То есть есть у меня моя реализация. Я хочу проверить, что если я создам игру и буду ходить только влево и только вправо, то позиция в игре у меня не будет меняться. Логичный тест. На мой взгляд, логичный. И после этого я запускаю тест. CargoTest. Вот он говорит, что было запущено 4 теста задачи J-Work Engineer. Тест называется No Moves. То есть нет движений. И он пройден на окей. если 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 я вдруг сделаю что-то не так где-нибудь здесь понятно, что так как бы совсем за уши притянутый пример. Например, во время движения направо буду еще и позицию менять зачем-то. потом запущу тест. Вот он скажет тест провален. Вон там два теста даже провалено. Чуть больше сделаем. Какой тест? Тест No Moves. Вот мы с вами рассматривали No Moves. Он говорит, что вот текущая позиция в игре у меня x-1 y-0. А ожидался, что будет всегда координатов 0,0. Давайте посмотрим на тест. Где это? На 155-й строке. Вот здесь. То есть, когда я двигался влево, то все было хорошо. Всегда координаты оставались на ноль. А когда двигался вправо, то мои координаты почему-то начали меняться. Хотя не должны были. И вот тест таким образом нам быстро сообщил, что что-то у нас с реализацией не то. Давайте я верну обратно. карго-тест. Все тесты опять проходят. Поиграете сами с вот этим карго-тест, карго-докс. Вот здесь есть тест. Это тест на то, что когда мы двигаемся влево-вправо, то мы ничего не меняем. Вот я написал тест, что если я двигаюсь просто вперед 10 раз, то каждый раз шаг по y-координате. Такая запись, значит, что y у меня равен вот этому. Я могу не повторять одно и то же. Могу просто сказать y. Пусть пока так будет по простоте. Если я хожу влево-вперед, 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 влево-вперед четыре раза, то есть по квадрату я прошелся, то я должен прийти в исходную точку 0.0. Вот мой тест таким образом выглядит. Вот у меня есть тест из условия. Тест из условия. Если я двигаюсь влево-вправо-вперед-вперед, то я должен оказаться в квадратах 0.2. Вот таким вот образом у меня есть тесты. Я их могу запускать. Они проверяют, что у меня все хорошо. и это все работает благодаря тому, что у меня есть специальная моя структура игры. Она по умолчанию имеет там состояние смотрим вверх координаты 0.0. Я инициализирую. После этого я считываю из клавиатуры свое действие. Действие очищу. Действие, если оно пустое, то прерываю игру и применяю это действие. То есть все мое решение main, мое решение задачи сводится к тому, что я создаю игру, читаю действие и применяю это действие к игре, к игровому миру. То есть ежик, я считаю, игрой. Вот. И результат, после того, как мы вышли из цикла, это позиция в игре game.position.x game.position.y Вот. Ну а дальше можно посмотреть, что такое game. game – это сочетание из себя позиции. Это точка координат, координаты x и y, да? И направление, куда мы смотрим. Ну, точку мы уже смотрели, это понятно, да? Соочисленные координаты. Единственное, что здесь расширена возможность оператора плюс равно. Плюс равно называется add assign. add – это плюс, да? assign – это присвоить. И вот таким вот это образом тут реализовано. Про это будет на следующем занятии. Стараемся это разобрать. Направление – это вот сочетание вот таких вот вещей. Перечисление. Север, восток, юг, запад. И по умолчанию считаем, что мы смотрим на юг, на север. бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все почитаете, посмотрите, попробуйте. Мэйч используется. Обновляем направление, обновляем позицию. Если так посмотреть, то каждая отдельная часть программы достаточно небольшая. 5-10 строчек меньше. Все это в куче собирается в достаточно объемный файл. То есть, реализация без тестов. 137 строчка. Ну, там еще описание на 40 строчек. То есть, 100 строчек кода. В то время как обычное решение занимает 31, минус 7, ну, там 20 с чем-то строчек. То есть, действительно, это как бы перебор был с точки зрения того, чтобы именно решить эту задачу. Но я постарался здесь показать, что можно сделать, какие есть возможности по максимуму для решения этой задачи. Вот. Еще одно решение у меня есть на задачу B. Тоже там немножко из пушки по воробьям. Тоже можете потом посмотреть. В целом, мы, наверное, к нему еще вернемся после того, как я на следующем занятии буду рассказать какие-то более углубленные вещи про нас. есть. Есть ли какие-то вопросы? О том, мы уже все мыслимые пределы времени превысили. Ну, почти совсем непонятно, что происходит в этом файлике. Ага, хорошо. Ну, в общем, на записи посмотрите, поиграетесь с docs и tests. Это вот самое важное, что я хотел показать вообще в этом примере эту документацию, что ее можно пользоваться и тесты можно писать для своих вот программ. Все остальные нюансы попробуйте вот так вот построчно. То есть, я создаю игру. GameDefault. Откуда оно приехало, можете потом посмотреть, да. Ну, эти вещи вот понятны. Это вообще, ну, копия. Непонятно, там, game.apply. Apply action. Вот вы смотрите в apply. Apply это вот такая вот реализация. И вот попробуйте сами размотать этот клубок и посмотреть, что, зачем, куда движется. Вставляйте принты, вставляйте, там, может, дебаггер подключите, еще что-нибудь. В общем, на это нужно немножко посидеть, подумать. И вот сегодня это точно нет смысла рассказывать в деталях, потому что я и так вас нагрузил кучу информации. Я уже понимаю, что, наверняка, это не влазит в голову вообще. Поэтому мы еще вернемся к этому после того, как у вас это немножко уляжется в голове, материал, который был до этого. Поэтому на эту реализацию можно смотреть уже только после того, как вот все предыдущие точно осознали. Вот. попробовали, может, даже после этого. Будем смотреть. Может, есть другие вопросы, какие-то всплыли просто по, там, может, по обычному решению. по match, циклам, может быть, я не знаю, вроде бы для меня, мне кажется, что все понятно. Единственное, что могу обратить внимание, что здесь mute проставлены. И я использовал кортеж для того, чтобы не расписывать это в три строчки. записи. То есть, это эквивалент на вот такой записи. можно сделать пошаговое выполнение, чтобы можно было следить со всем. да, то есть, для того, чтобы Visual Studio Code сделать пошаговое выполнение в расширениях доставьте себе код LLDB. Я найду ссылку, я вам скину. После этого сейчас я вот этот файл удалю. После этого вы откроете любой файл свой. вот здесь вот слева будет кружочек. Вы можете его включать. Это breakpoint. Куда вы хотите поставить, откуда вы хотите начать, ну или какие вы хотите рассмотреть. Добавим, в принципе. Думаю, что знакомо. Ничего есть. Нажимаете, по-моему, в 5. Выскочите вот такое окошко с предложениями, там много разных сил, там C++, ну там, у кого что стоит, у меня куча плагинов, что стоит. Выбираете LLDB. Он говорит, что не могу начать, потому что у меня нет конфигурационного файла. Вы соглашаетесь. Он говорит, что он определил, что есть Cargatomal. Cargatomal значит, что это Rust проект. Хотите ли вы сгенерировать все конфигурационные настройки для этого проекта? А вы соглашаетесь. Да, хочу. Он создаст вот такой файлик launch.json. После того, вы его сохраните. Вернетесь обратно в файл, который хотите запустить и нажмете в 5 еще раз. Надеюсь, что так вот оно и получится. Нет, он пытается запустить Hello. Hello нам не нужно запускать. А что ж... Что ж... Здесь можно выбрать. А, вот здесь вот на вкладке тогда... Вот здесь вот вкладка есть с жучком таким. Вот здесь в выпадающем списке вы можете выбрать свою... Ну, если у вас... Если у вас одна... Один main file, то вам ничего выбирать не нужно. Он сработает все нормально. У меня есть много файлов. Я выбираю его и нажимаю Run. Теоретически, кстати, можно было по-другому поступить. Давайте посмотрим. Такой способ. Да, вот. И он отрабатывает, он показывает, что я нахожусь сейчас в этой строке. Вот здесь вот у нас панель для того, чтобы пошагово делать, пошагово переступать, пошагово заходить внутрь, выходить наружу. Или до следующего бэкпоинта. То есть F10. Двигаемся дальше. F10, F10, F10. Слева появляются переменные, за которыми мы следим. Вот мы почистили, вот мы в нее считали первое действие. Первое действие L. que потом сделаем в этой строке. Ф10. Ф10. Ф11. Подождем, пока присоединятся. Влад, а еще долго будут занятия идти? Нет, сейчас покажу отладку и все. Вот, соответственно, таким образом можно следить за тем, какие действия происходят. Вот, F10, F10, F10 и двигаемся дальше. Не забываем, что от нас могут на readline спрашивать вот здесь в терминале. Вот, ну, ожидают ввод данных, да. Ну, а дальше все остальное, в принципе, без неожиданностей. Вот таким образом потом можно согласиться на все. И там вот эта строка. Вот отработала программа. Еще какие-то вопросы? Еще есть кнопочка вот здесь debug. Теоретически она к тому же будет приводить. Не нужно выбирать вот здесь. Конфигурационный файл, да. По всему работает. Извините за сегодняшний высумбур. Два часа, я думаю, что это было совсем перегиб. Пожалуй, в следующий раз я постараюсь покороче делать, потому что не лезет. Есть ли какие-то вопросы еще? Или на этом будем заканчивать? Вроде бы нет. Всем удачи. Я все еще не добавил задачи на ассоциативные массивы. Потому что их нет в дотсе. Мы сейчас новые задачи делаем. Возможно, нам придется чуть-чуть сбавить. Не чуть-чуть, а невозможно. Пожалуй, сбавим немножко темп. Потому что я вот сейчас даже чувствую, что слишком много информации. и слишком мало времени на то, чтобы это осознать. Я думаю, что разбор задач будет полезен. Но, наверное, не по восемь задач за раз. Как-нибудь будем полегче это все производить. На этом, пожалуй, все. Следующая встреча у нас на пятницу запланирована. Но я постараюсь лайтово сделать. Постараемся уложиться в час на все про все. То есть стиши еще не в эту пятницу пишем, а еще позже. Начинаем с SSH сервера. Мы SSH сервер даже все равно не пишем в пятницу на этой неделе. Потому что перед SSH сервером мы еще хотим написать консольное приложение обычное с аргументами командной строки, модулями вот этим всем познакомимся. Ну, я думаю, что в принципе спешки у нас никакой нет, а информации все так же очень много, поэтому давайте чуть-чуть полегче этот режим будем использовать. Потому что те, кто онлайн смотрит, я думаю, им еще вдвойне сложнее. Тут хоть как-то можно задать вопросы, что-то еще прояснить. Да, я хотел сказать, что те, кто пишет в целом на питоне, писал раньше или участвует сейчас в практике, но даже те, кто не участвует в практике, там сейчас те же самые задачи, только на питоне. И в четверг будет разбор. Кстати, я подумаю... Не, ну там поменьше конструкций всяких самого языка, поэтому должно быть полегче. Но, возможно, там я не стану разбирать задачи за раз все-таки. Но я приглашаю все равно всех посмотреть, чтобы увидеть какие-то, может, трюки питона, которые вы не знали. То есть на питоне мы тоже ботов не в воскресенье начинаем писать, а дальше откладываться? Или вы просто вот как-то на прошлом не говорили... Пожалуй... Не, ну подожди, с ботами сейчас это четверг разбор, суббота... Ну да, в субботу мы еще наверное не успеем до ботов непосредственно добраться. Хотя есть шанс. Но я бы не спешил. Наверное, так. А, надо будет. Хорошо, все. Все, ребят, всем спасибо, кто выжил. Если что, задавайте вопросы, я всегда отвечу. Да, спасибо за занятие. Пока. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Пока.